На протяжении многих лет Венспилс был и остается курортным городом. Каждый год сюда приезжают множество туристов, чтобы отдохнуть у моря или активно провести время в аквапарке или в парке приключений. Среди отдыхающих можно заметить и иностранцев, и жителей отдаленных уголков нашей страны. Мы уже в Венспиле приезжаем третий раз, и все нравится, все хорошо. Как место для ночлега, многие выбирают ближайшие кемпинги и гостевые дома. А кто-то остается и у друзей и знакомых. Среди туристов много и тех, кто приезжает в Венспил с всей семьей, с детьми. Не первый год, так как уже знают, что в городе многое сделано для детей. Парки, игровые площадки. Здесь весело и интересно можно провести целый день. Аквапарк, потом море, вообще там все такие, ну эти качели для детей, очень много что сделано. И многие приезжие отмечают ухоженность города, гостеприимность его жителей и широкий спектр развлекательных мероприятий. Абсолютно очаровал ваш город своей красотой, своими цветами, своими маленькими домами, морем холодным, но чистым. Просто потрясены. Вся, весь город в цветах, очень все красиво. Вот это мне очень нравится. Одним из популярных мест, куда непременно отправляются отдыхающие летом, аквапарк у Венспилского пляжа. Например, в этом месяце каждый день парк водных приключений посетил около 300 человек. И как отмечают работники аквапарка, в основном это приезжие. Я думаю, посетителей больше по сравнению с прошлым годом. И в один день в мою смену был даже зафиксирован новый рекорд. Также и Венспилская гора, шляпа Лэмберга не остается без внимания. В прошлом сезоне ее посетило 350 тысяч человек. А в этом году посетителей еще больше. И среди них много иностранных гостей. В жаркую погоду больше всего посещают водные аттракционы. Например, бамперные лодочки. Или наш бесплатный аттракцион, который больше всего нравится детям, наш фонтан. Самые популярные туристические места в Латвии. Рига, Юрмала, Кулды, Галепа и, конечно же, Венспилс. Нашу страну выбирают для посещения туристы из прибалтийских стран России, Белоруссии и Украины. В среднем отдыхающие здесь проводят 2-7 дней. Диана Олегнович, Ребека Росса, Ольга Смирнова, Эдгар Синдриксон с Курзмской телевидения.